всем привет меня зовут сережина ольга и в этом видео я расскажу и покажу как провязать последнюю поворотную петлю рассмотрим несколько вариантов чтобы у нас всегда был выбор потому что зависимости от полотна от материала из которого мы вяжем может понадобиться именно тот вариант который даст вам лучший результат на youtube канале у меня уже были видео с последней поворотной петлей но они так разбросаны по различным мастер-классам поэтому я решила собрать все в одно видео последняя поворотная петля у нас образуется когда мы вяжем изделие по кругу и в это изделие нам нужно встроить с помощью частичного вязания какой-то элемент ну например росток мы вяжем частичным вязанием поворотными рядами и потом на определенном этапе когда росток вывязан нам от частичного вязания нужно перейти в круговое вязание и вот у нас возникает последняя поворотная петля вот на этой петле я буду разворачиваться поэтому на нее и показываю значит это первое второе у вас вывязывается туловище по кругу вам нужно добавить коррекцию на объемы в районе талии вы добавляете частичное вязание 5 возникает это последняя поворотная петля на районе лопаток при вывязывании кокетки вам нужно добавить частичное вязание опять у нас появляется последняя поворотная петля то есть у нас эта петля может возникать довольно таки часто давайте разберем как это все провязывается но начну я вот с чего чтобы ваша петля получилась без отверстия чтобы рядом с этой петлю не было отверстий чтобы не было ничего здесь вытянуто перетянуто обязательно соблюдаем вот какие правила первое вы должны прежде чем выполнить разворот убрать вот эту вот протяжку если она у вас здесь будет вот такая протяжка я прям вытяну ее то у вас обязательно будет отверстие вам это отверстие придется потом подтягивать фокус по моему уходит потом подтягивать за счет соседних петель одну и другую сторону и но я вам рекомендую сразу убрать это все то есть вот сейчас по спице прям вот она это протяжка я ее беру за счет подтягивания соседних петель если вы боитесь подтягивать подтягивайте по спице но не затягивать то есть петля у вас должна остаться с воздухом вот это я даже немножко перетянула вот так можно прям вручную вот так подтягивать если вы будете подтягивать по тросику по леске то вы однозначно петлю свой вытяните сильно после того как я петли потянула я обязательно делаю вот такое движение чтобы петли подправились можно еще и в эту сторону но смотрите внимательно вот это протяжка вот это она подтягивается за счет вот этих петель не те которые на спице а те которых полотне вот я поэтому и подтягивала в эту сторону потому что здесь легче контролировать размер петель по спица а если я здесь начну подтягивать то эти петли уже у меня в полотне и здесь их можно перетянуть сильно то есть я ее затяну следующая петля получится еще больше еще больше и будет у меня лишнее полотно лишняя нить да то есть та петля которая будет сильно вытянута вот я немножко подправлю вот так должно быть то есть никакого расстояния здесь быть не должно переходим к действию значит я вяжу представили изнаночный ряд и мне нужно развернуться вот на этой петле разворачиваю свое вязание вот я повернула вязание сразу смотрю вот на эту протяжку если она здесь есть то я обязательно подтягиваю чтобы она не возникала как мы поступаем давайте я немножко продвинусь и покажу как это сделать значит когда вы знаете что у вас ну например вот через три петли вам нужно развернуться последнюю поворотную петлю чтобы не было вот этой протяжки чтобы не пришлось вам подтягивать вот так при собираете полотно здесь при собираем полотно и вот так максимально контролируя размер петель провязываете то есть не затягивайте их а просто контролируете провязала я до нужной поворотной петли и повернула вот так видите все собрано вот так придерживаю здесь полотно завожу нить чтобы мне можно было вязать удобно не отпускаю здесь эту сборку и если я так раскрою видите протяжки у меня здесь нет теперь вариант номер один я просто перри снимаю так петлю давайте я нам все-таки раскрою покажу а то не видно да как стоит петля вот она петля перри снимаю эту петлю подтягиваю ее но не его так затянула а просто подтянула вот так на кончик со всей силы вот так я ее не втягиваю никуда вот на кончик придерживаю и вижу в обратном направлении и давайте посмотрим на тот разрыв который у меня получился я буду опять же растягивать и вы так ни в коем случае не смотрите вот он разрыв вот но меня он не пугает сейчас эту петлю мы с вами будем провязывать вот с этой стороны то есть мы по лицевой стороне будем вязать уже как бы перешли мы в круговое вязание и будем провязывать эту петлю я приближаюсь к месту разрыва обязательно вот так все при собираем но я на камеру так не могу собирать а то вы не увидите и так я довязываю вот оно место разрыва вот она эта петля ее видно здесь хорошо прям видно вот такой разрыв что мы делаем мы берем петлю наряд ниже петлю со спицы вот так у нас получается значит провязать можно двумя способами первый способ вы сразу две петли на спицу и провязываете обязательно так подтянули покачали сюда прижали и провязывая следующую петлю немножко вот так за стенки подтягиваем это первый вариант смотрим второй вариант как можно провязать ну вот всегда нужно смотреть какой вариант лучше вам подойдет так сейчас я все все восстановлю что было точно так же так вот я подошла к месту разрыва у меня это двойная петля и второй вариант как вот такую петлю можно провязать мы можем взять вот эту петлю на ряд ниже вот и та петля которую нас вот таким вот хвостиком здесь торчит вот мы ее провязываем эту петлю хорошо вот так притянули сюда и потом петлю на ряд ниже которую нас накинули и еще раз подтянули при собрали и провязали дальше вот такой еще вариант смотрим вот этот вариант на этой пряжи дал лучший результат потому что получилось плотнее видите никакого расстояния даже намека нет и провязывая следующий ряд вот сюда не смотрите я просто тут имитирую круговой вязание поэтому мне здесь такой разрыв значит провязывая следующем ряду это место подтягивайте стенки и следить особо вот чтобы все было красиво вариант номер два поворотная петля называется теневая поворотная петля но чаще всего она называется поворотная петля созданная на ряд ниже значит у меня петля на которой я буду разворачиваться стоит ко мне правой стенкой и обратите внимание вот так все растянула у нас этого расти растяжение не должно быть чтобы вы все видели я растягиваю и так вот эта петля я ввожу спицу на ряд ниже подхватила нить основную и получила петлю я вот так опустила чтобы вы видели теперь эту петлю полученную я помещаю на левую спицу так чтобы она повторяла положение моей основной петли то есть вот таким образом смотрите раз и получается как будто тень создалась можно сразу чтобы потом на эту тему не думать вот эту вновь созданную петлю закинуть за основную то есть создать тень прям вот за основной петлей скрытие за основную петлю главное вы ее вот так со всей силы не подтягивайте этого делать не нужно вы ее немного подтянули она должна соответствовать размеру ваш основной петли ничего вот так мы не затягиваем все готово создали мы эту петлю теперь важно поворачивая вот так собираем опять же когда мы поворачиваем у нас тяжесть полотна может здесь все вытянут поэтому вот так и повернули повернули в собранном состоянии все это держим вот она наша петля здесь вот так две петли обратите внимание здесь у меня сейчас основная петля здесь ту которую я создала и начинаю вязать ничего здесь не подтягивает то есть размер обычный ну плотненько вижу обычно по спице контролирую плотностью я провязала сейчас подойдя с другой стороны мы ее провяжем подойдя к поворотной петли вот она двойная можете ее себе отметить если пряжа пушистая вы можете вот так себе здесь где-то на соседней петли поместить маркер и будете знать что у вас здесь последняя поворотная петля саму петлю лучше не трогать она у вас может вытянуться и так я довязала вот она двойная я ее просто вот так провязываю обязательно вот так подтягиваю в эту сторону и смотрите при собрала вот так держу вот эту петлю я ее подтянула держу провязываю следующую петлю и вот так стенку оттягиваю раз держу раз держу то есть подтягиваю пока все еще петли мне нужно уйти от этого места чтобы петля не вытянул смотрим на результат вот она эта петля двойная вот здесь если нужно что-то можно подправить но я не вижу здесь необходимости вот если только чуть-чуть можно вот эту петелечку под размер подвести на леске лучше этого не делать как я уже говорила вот вот так получается вариант с помощью накида здесь очень важно понять что сколько бы вы не затягивали накид у вас вот здесь ничего не потянется потому что это нить у нас идет с этой стороны и вот сейчас ну давайте вот отсюда начну да я довязала на этой петле мне нужно развернуться поворачиваю так все выправляю следим за вот этой протяжка на здесь у меня вытянулась поэтому я должна и подправить изначально обязательно так все присобрать и самое важное смотрите вот эту петлю которая у меня здесь вы ее так по спице подтянули сделали накид вот так то есть не нужно тянуть накид потому что все перетянется у вас петля затянется деформируется а вот саму петлю подтянули по спице накид сделали придержали вот так и сняли дальше начинаете вязать контролируя размер этой петли все продолжаю вязать провяжу эту петлю подойдя к ней с другой я прохожу к разрыву вот у меня здесь накид и основная петля и вот эту петлю я должна не довязать и провязать вместе с накидом тогда будет плотно значит для начала опять же смотрите как у меня все здесь вытянулась то есть я обязательно подправлю все иначе все вытянется и будет большое большое отверстие так здесь немножко убрала так теперь вот эту петлю я снимаю беру накид аккуратно снимаем его вот он он у вас может быть вот так раскрытым быть можно его подкрутить ну то есть если совсем сильно там что-то у вас растянулась теперь смотрите мы берем накид и вот эту петлю и провязываем их вместе провязали обязательно так подтянули сюда обязательно провязывая следующую петлю немножко и и вот так за стенку тянем не со всей силы но подтянули и следующие петли вот получается на тросик давайте смотреть вот эта петля вот она с накидом вот так получается здесь плотно вот здесь плотно но я вижу что можно немножечко прям вот буквально миллиметрике какие-то подтянуть все готово покажу вариант с обвитием но выполнение изначально отличается а вот момент провязывания будет схож ну сделаем давайте вот я на этой петле разворачиваюсь соседняя петля мне нужно я ее обвиваю вот так подтягиваю и разворачиваю это обязательно если вы вот эту не потяните нить она у вас потом будет большой петлей то есть по сути это тот же накид который мы создаем и единственное чем здесь хорошо обвитие то что она держит вот это вот расстояние вас здесь протяжка не возникает потому что это нить не дает но она здесь вот тянет в общем тут подтягиваем там не подтягивается держу вот это обвитие вот завела в положение для провязывания следующей петли и провязываю все вот так получается и нам нужно потом это все здесь провязать подойдя с другой стороны приближаюсь к петле с обвитием вот здесь главное вот не растянуть соседние петли чтобы здесь у вас никаких протяжек не было следите то есть присобирайте вот она петля обвитая и что мы делаем мы берем это обвитие вот и закидываем его за петлю то есть вот это основная давайте прям раскрою вот это обвитие и что у нас получается по сути те же действия да мы провязываем вот эти две петли вместе вот так и подтягиваем подтянули ну вот здесь зато протяжку нас не вытянулась дальше провязываем подтягиваю провязываю подтягиваю готова я показала все варианты которые использую своем вязание и меня всегда устраивают дают положительный результат другие варианты я не показала потому что они меня либо разочаровали в определенный момент много дополнительных действий нужно делать все или по той причине что я них не знаю а у меня на сегодня все благодарю вас за просмотр вяжите с удовольствием пока пока